Всем привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал. Всех с праздником Светлой Пасхи! И сегодня я бы хотела показать вам, как печь торт «Дамские пальчики». Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Для начала приготовим заварное тесто. В кастрюлю кладем 100 граммов сливочного масла или маргарина. Наливаем 300 мл воды или молока, или же можно пополам, по 150 мл. Ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем 170 граммов муки. И половину чайной ложки соли. В процессе замешивания уменьшаем огонь до среднего. Тесто должно отставать от стенок кастрюли и должен получиться тестяной ком. Перекладываем тесто в миску миксера и перемешиваем его на низкой скорости в течение 3 минут. Для того, чтобы тесто немного остыло, из него вышел пар. Далее по одному добавляем 6-7 яиц. Продолжаем размешивать на малой скорости. Продолжаем. Готовое тесто должно получиться гладким, блестящим и вязким. Средней густоты. В процессе замешивания теста 1-2 раза снимаем его со стенок миски. На противень кладем бумагу для выпечки и смазываем ее растительным или же сливочным маслом. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Или же я взяла простой пакет из-под молока и отрезала кончик. При помощи кондитерского мешка выкладываем тесто на противень. Выкладываем тесто на противень в виде палочек. Выпекаем в заранее разогретой духовке. При температуре 200 градусов Цельсия. Приблизительно 20 минут. А этим временем в миску миксера выкладываем 1 килограмм 200 грамм жирной сметаны. Не менее 30% жирности. Иначе сметана не взобьется. Добавляем 20 граммов ванильного сахара и 500 граммов сахарного песка. Размешиваем на малой скорости. Затем скорость увеличиваем и взбиваем до получения пышного крема. Добавляем 20 граммов. К Соль. Все-안-добавляем. Смотрите продолжение в следующей серии. В разъемную форму кладем 5 столовых ложек крема. Из палочек готовим пальчики и погружаем их в миску с кремом. Пальчики должны быть обильно смазаны кремом. Пальчик готовим. Выкладываем первый слой пальчиков очень плотно и близко к друг другу. Заполняем форму пальчиками с кремом до самого верха. Вверх смазываем остатками крема. И выравниваем. Кладем небольшой гнет. В моем случае это будет разделочная доска. Также это может быть любая крышка или какой-нибудь любой небольшой гнет. Далее взобьем сливочный крем. В охлажденную миску нальем 150 мл охлажденных сливок и 70 г сахара. И взобьем до устойчивых пиков. Аккуратно снимаем гнет с торта и перекладываем его на плоское блюдо. Осторожно снимаем разъемную форму. Смазываем поверхность и бока торта сливочным кремом. Аккуратно снимаем сливочным кремом. А дальше украшаем по желанию. Насколько разгуляется ваша фантазия. В моем случае это будут киви и цукаты. А так как я это делала на Пасху, то и украшения мне будут соответствующие. Аккуратно снимаем сливочным кремом. Аккуратно снимаем сливочным кремом. Аккуратно снимаем. Что ты думала? Что ты думала? Так, вот что в итоге у меня получилось. Мне уже не терпится попробовать. Всем приятной и светлой Пасхи. И до новых встреч. Пока-пока.